Утро выходного дня Отличный повод отправиться на рыбалку Особенно если впереди знакомство с рыболовом Профессиональным спортсменом И просто человеком, который любит и ценит природу Мне очень нравятся такие встречи И я уверена, вам тоже будет интересно Но прежде чем встретиться с нашим героем Мы решили поговорить о нем с его друзьями И коллегами по рыболовному спорту Ну, высоцкий человек сложный, это знают все То есть нужен подход? Да, да Ну, не бывает каких-то личностей, которые что-то где-то значат И которые всем друзья и всем товарищи То есть если ты что-то делаешь Особенно если ты что-то делаешь хорошо Всегда у тебя будет за спиной стоять куча людей Которые рады будут при любом случае плюнуть в спину Поэтому ему достаточно сложно Учитывая, что он и производством прикормки Занимается сейчас организацией турниров Наша дружба началась, как всегда, с рыболовного спорта Когда мы делали первые шаги Мы оказались с ним в одной команде Потом, насколько я помню Он немножко отошел от поплавка Пошел в фидер Я пошел в фидер за ним Но уже как в виде судьи Потому что этот ветловли меня не особо привлекает Ну а следом форелевая ловля ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы дружим уже давно Он был в команде фидерной В моей фидербай до этого сезона Но в следующем сезоне что-то он так сильно подсел На вот эту ловлю форели Что фидер, да, решил забросить фидер Решил забросить А познакомились, ну, много лет назад Наверное, это одиннадцатый год был Когда Саша проводил турнир на грибном канале Для любителей фидера Я тогда совсем еще зеленый был Буквально год только ловил фидером Участвовал там, даже выиграл там пару пачек Прикормки РС Ну а теперь вот я езжу на форель Посмотреть, как ребята ловят о Высоцке Ну ты не заявляешься чисто так вот Помогаешь ему с организацией Боюсь заболеть Боюсь заболеть, потому что пробовал Беру ребят удочку Там словил даже пару рыб Ну, конечно, адреналина хватает Может в межсезонье, как вот Когда на фидер уже не половишь Вот такой вид отдыха Просто супер Рыбы просто огромные Вот ребята ловят, посмотри Ну он увлеченный человек И увлечен, как скажем, правильно То есть он, у него нету целью поймать Как можно больше и забрать То есть он относится к рыбе К окружающему нас миру Очень бережно, так скажем И сделает все возможное Чтобы не просто сегодня можно было поймать А вот этот процесс мог быть И через пять, через десять лет Развивать что-то новое Как вот форелевая ловля Это как раз в его стиле Не всегда Вот, допустим, мы ездили Вот на этот пруд Несколько недель назад Тут платная рыбалка Можно забрать два килограмма рыбы Я забрал, высотки не забирал Он форель настолько сильно уважает Что даже такая выращенная Да-да-да И в то же время леща Которого я все время отпускаю Высоцкий иногда хочет взять Ну и да, зажарить Или там плотву какую-нибудь Вот в Литве Плотву постоянно пару голов берет Там такие хорошие на сковородочку Всех угощает, всем по одной Ну а я бы отпустил Ну а в целом, да Ну, отношение к природе У всех рыболовых-спортсменов Которые видят, что творится у нас Какое у нас количество рыбы Маленькое То оно у всех одинаковое Лучше рыбу отпустить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неоднозначный, инициативный, непростой Профессионал, рыболов, друг Давайте уже знакомиться Александр Высоцкий Рыболов-спортсмен Мастер спорта по рыболовному спорту Многократный призер Республиканских и международных соревнований Спортмен сборной команды Республики Беларусь по фидеру В 2014 году на чемпионате мира в Ирландии И в 2016 году на чемпионате мира в Сербии Основатель компании По производству прикормки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я ловил штекером много лет Там, где-то 6-7, наверное, ловил И считал, что это самая крутая снасть Потом попробовал фидер Казалось, что результативность у фидера больше А после этого я попробовал форель И понял, что все остальные снасти просто отдыхают Как бы это, не знаю, я считаю, что это вершина, грубо говоря, рыболовного спорта Именно спорта Подчеркиваю, ловля прудовой форели Самый адреналиновый вид, который может быть Просто это вот Дофитамин в кровь прямо вот напрямую через вену Просто это что-то невероятное Сейчас у тебя брата доведем И быстренько смеем Так, спасибо Опа! Знакомиться с Александром Мы приехали на тренировку перед форелевым турниром Где он выступал одним из организаторов На первые соревнования такого уровня в Беларусь Ехались рыболовы из Литвы, Латвии и России Хотя наших спортсменов, конечно, было большинство А идея организовать такой турнир зрела уже давно Я ездил несколько раз на турниры зарубежные Был в Литве, был в Украине И видел, что по интернету что происходит Ну, какой бум Что во всем постсоветском пространстве И не только постсоветском пространстве Происходит какое-то сумасшедствие Когда объявляется регистрация на турнир И через 5 минут регистрация окончена И там 60-70 человек То есть И потом попробовав сам Я понял, что это жутко здорово В принципе, до недавнего времени В Беларуси, можно сказать, не было турниров Был один небольшой на маленьком озере Ну, начало да, но не совсем то, как мне Что хотелось бы Ну, все достаточно банально Появился человек и пруд Вот и все Сергей Владимирович Черковский За что ему большое спасибо Потому что я несколько раз пытался разговаривать С другими рыбхозами Но не нашел понимания А вот здесь у нас все получается Но так, как хотелось Не совсем получилось Никто даже и подумать не мог Какой сюрприз завтра Преподнесет рыболовам погода А пока тренировка проходила отлично Парель активно откликалась на приманки Александр рассказывал о своем опыте и снастях У меня одна из любимых удочек Ямага 510 До 3 грамм На ней стоит ванкиш 2000 Вот, катушка медленная Удочка, ну, наверное, чересчур нанофастовая Для фореля, но она отрабатывает Мне очень нравится Прекрасно кидает легкие приманки Что мне тоже нравится И мне нравится, что она универсальная И на стриме не очень неплохо Как бы даже мелкая рыба на ней не сходит И большую, в принципе, до 2 килограмм Рыба без особых проблем достается Вторая Карентия прототип Тоже универсал И на стриме хорошо Как бы, ну, для, скажем, более дальнего Она чуть подлиннее Для более дальнего заброса И чуть помощнее она до 5 грамм Или даже до 7 Ну, рыба крупная Чтобы с дальняка не мучиться с короткой палочкой Совсем лайтовой Как бы вот Со старта буду ловить той Потом перейду на Ямагу На более легкие приманки Когда нужно кинуть Совсем легкую приманку Это сегодня топовые снасти Своё производство при кормке А начиналось всё вот так Я вырос в очень бедной семье Начал с 3 лет Начал разгружать лук Чтобы помогать родителям Потом в 5 лет научился ловить рыбу Рыбу жарили, ели Так и выживали Ну, шучу я Обычно я в семье вырос Ну, в 3 года лук грузить Ты чё? Да уж, чувство юмора у Александра есть А как же было на самом деле? В 5 лет я пришёл на пруд С отцом С бамбуковой удочкой Или ореховой, честно говоря, уже не помню Вот, поймал там первого карася Там или 5 карасей Всё, после этого у меня Эмоции? Эмоции просто Я, честно говоря, вот мне 40 Вот, я до сих пор помню эти эмоции Которые были в 25 лет Я, наверное, только попробовал Ловить другую рыбу Там какую-то плотву Каких-то подлейщиков До этого я вообще такой рыбы не знал Как таковой Я тогда работал на заводе Нам от завода давали автобус Который мы ездили на великую На 2 дня Ловить подлейщиков Вот, кстати, да Очень круто туда ловили По-моему, туда, что я укололся Тогда я уже, кстати, начал делать Первые свои прикормки Вот И тогда начались первые эксперименты Эксперименты с прикормкой Продолжались много лет Первые совсем С дочкой в ванной Мешали лопаткой Там пересыпали Там Ставил дочку Где-то она была маленькая Просто высыпала в ванну печенье Она ходила Ногами топтала это печенье Чтобы была крупная фракция Потом это совочками Вот Мешали Там какие-то ароматизаторы Там была алхимия, конечно, чистейшей воды В 2006 году 12 ноября, если это было Если я не ошибаюсь Я пришел на свои первые соревнования Самодельные, кстати, прикормки Стал Как сегодня помню Хотя уже прошло сколько 11 лет Рядом с Олегом Закоржавским С туристом Который на штекер поймал Два, что-то с половиной, наверное, килограмма Было холодно, погода Там мороз, по-моему, даже был Я с махом поймал Что-то там То ли 300 То ли 300 Студили 500 грамм Вот И подошел Как вы так ловите В чем секрет Он говорит Ну, весь секрет в прикормке Как бы вот Волшебная Это сенсас Как бы это она так собирает прикормку Я ему не поверил Вот Я продолжил Толда эксперименты Со своей Кстати, достаточно долго Потом Уже весной Я съездил Попробовал со штекером В 2007 году Как бы Потом через какое-то время Сам купил штекер И даже на соревнования Выходил со своим кормом Достаточно долго И если многие рыбаловы Предпочитают хранить Рецепты своих авторских Прикормок в тайне Александр решил поделиться Своими наработками Со всем миром И организовал Собственное производство Время было Как бы Было много работы Работа была разная Как бы Было Ну Сейчас, наверное, легче стало Потому что Раньше По законодательству Все было очень жестко Я помню, что я Первые технические условия Оформлял 9 месяцев 9 месяцев Я ходил каждый день По структурам государственным Чтобы оформить документы Для того, чтобы сделать Первый выпуск Я в мае Начал Первого Готовить документы И, по-моему, 31 декабря Вышла первая партия Сейчас это все Делается за две недели Ну, может, не за две Может, за месяц Но Все равно В разы проще Участие в первых Международных соревнованиях Было не менее Волнительным событием Наверное, первая поездка Была в 2011 году Когда я попал В Италию На Всемирные Олимпийские игры Я впечатлился, конечно, Масштабом Всем тогда попали мы Как туристы Скажем так На фидер Посмотрели, как это выглядит Посмотрели, что это не страшно Что, по сути Дело, это Большой Большой чемпионат На 150 человек После этого мы начали ездить Уже тогда тоже ездили На международные соревнования Достаточно активно На большие В частности Канал в Мадуни Словакии Там собирается По 200 человек Это реально Как на чемпионате мира Даже, наверное, больше На чемпионате мира Там 103-150 Было время, когда Поездка на чемпионат мира Воспринималась Как что-то такое Чемпионат мира Мы едем на чемпионат мира А вот что А же все Как бы вообще Да, это просто Нереальное достижение Белорусского рыболовного спорта В 16-м году Саня Ширко Говорил Саня, ты типа ловишь С рингером рядом Рингер? А кто это вообще? Что это такое? Рингер Да Какой чемпион мира? Что? В Англии? Дайте его сюда Сейчас мы с ним Разберемся Да Какой рингер, блин? Давайте его Сейчас мы им покажем Как ловить надо И я считаю Что это правильный подход Авторитеты Не должны быть Незъявлемы Время движется Молодые приходят И рингерам Известным мировым звездам Белорусы могут показать И реально Как бы мы были свидетелем Когда бегают Англичане в панике С одной стороны Немец был С другой стороны Англичане Они бегали Такие в панике Ааа Он там рингера Нашего наказывает Просто беда Как жить вообще с этим? Кубки Медалей Победы Рыболовный спорт Затягивал все больше Мастера спорта Я получил на фидере Кстати, вот На украинский турнир По форели я ездил И там они типа О, мастер спорта Мастер спорта Приехали Ребята, не бойтесь Я по фидере Я по форели Ну, можно сказать Для условного новичка Форели Я вполне прилично выступил Мог попасть в финал Сыграть Хотя ловля для нас Необычная Водоем другой Все равно С мастерами спорта Можно бороться Все-таки Общий опыт Рыболовный Спортивный Большой Как бы он налагает Свой отпечаток Вот форель Она тоже в чем-то помогает Даже додумать Ты начинаешь Более широко Как бы через какое-то время Ты в определенной дисциплине Начинаешь Вот, не видишь Вот Ты привык уже Зашорился Как бы, да Замылился взгляд И не понимаешь А когда ты в другой дисциплине Уже возникают какие-то мысли Которые Почему-то раньше не было То есть они позволяют смотреть Более широко Как бы какой-то получить Но опыт Которого не было до этого Как бы И который ты можешь Приложить к тому опыту Который был раньше И это на самом деле здорово Плюс эмоции Как бы это разные вещи В погоне за эмоциями Александр и выступил С инициативой Организации форелевого турнира Только вот эмоций Оказалось больше Чем планировалось Мы проходим дорожку На унистрацию ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все началось вообще экстремально То есть оранжевый уровень опасности Дороги полностью Поваленные деревья мы видели Заваленные ветки На дороге Машину в Квете Участники Вытаскивали трактором Но они опоздали Но приехали все равно Ну было что-то Просто Природный коллапс Просто природный коллапс Это все еще утром началось Но не закончилось Когда начал ложиться мороз И прямо на глазах Ровненько идеально Гладь без одной льдинки Стало покрываться Коркой льда И просто приманки Не проваливались Был шок Да, я заметил И трепет Да, ты заметил Да, я заметила Это Да Реально было, конечно, Непонятно, что делать Ну, вышли из ситуации Ломали лед лодками Ну, против природы Не попрешь И организатор И участник Эти две функции Совместить было Не так-то просто Организаторы всегда выступают плохо Очень, ну, потому что Ну, да Во все стороны тянут Как бы дергают Как раз о съемках То есть надо все Сосредоточиться Очень тяжело на ловле Ну, а ловля Была втройне сложнее За льда И плюс еще Организаторские Все эти дела И было очень тяжело Сосредоточиться Ну, и я поймал каких-то рыб С 12 баллами прошел Финал Но в финале рыбу Поймать не смог И поэтому Расстроились Ну, нет Нет, нет, нет На самом деле То, что я уже прошел финал Мне было уже Приятно И неожиданно Финал турнира Несмотря на мороз Выдался жарким В одну восьмую Вышли спортсмены Из Беларуси России и Литвы Беларуси Беларуси Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова За три призовых места Уже боролись участники Из Беларуси И России Досадные сходы У одних И реализованные Поклевки За секунду До конца турнира Победили Достойные Победил Алексей Иванов Он, кстати, один из начинателей Наверноарийного движения Один из первых Наверно И может даже и первый Начал ездить На международном соревновании Собственно говоря Вот и результат Он оказался виден Опытный человек Победил Что приятно Кубок остался в Беларуси Вдвойне приятно Спасибо вам огромное Спасибо за приглашение Думаю, что видимся Не в последний раз Спасибо тоже большое Как бы, что приехали Что Познакомились Познакомились, да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому